Смотрите сегодня в выпуске. Сдадут в срок. Завершается реконструкция стадиона 12-й школы. Эвакуация в Гайдаре. В лагере прошли пожарные учения. Новые лица. Саровский драматический театр готовится к открытию сезона. Далее расскажем обо всем подробно. Готовность 90%. На стадионе 12-й школы работы практически завершены. Осталось посеять газонную траву и засыпать искусственный газон. И уже с 1 сентября здесь можно проводить спортивные занятия. Стадион входит у нас поделено, так скажем, на четыре зоны. Первая – это лекоатлетическая зона. 250 метров она составляется с тремя дорожками. Яма для прыжков в длину. Потом у нас есть рекреационная зона. Если мы увидим, она там будет вначале. Потом зона для воркаута с тренажерами. Потом универсальная спортивная площадка, которая сочетает в себе баскетбольную и волейбольную зону. И поле для мини-футболок. Впервые о реконструкции стадиона 12-й школы Дмитрий Авдеев заговорил в 2013 году. Тогда проект внесли в план социально-экономического развития города. В течение нескольких лет депутаты при корректировке и обсуждении бюджета пытались вновь и вновь вернуться к вопросу. Однако сдвинуть проект с мертвой точки удалось лишь в прошлом году. Дмитрий Авдеев при поддержке депутатского корпуса смог инициировать реконструкцию стадиона. Из бюджета выделили деньги, нашелся подрядчик, заключили договор на выполнение работ. На второй день реконструкции выяснилось, что суровые советские строители под школьным стадионом обеспечили 50-процентную подложку из бетона. Это взлетно-посадочная полоса. Ни в объемах работ, ни в проекте это не было учтено. Экскаваторы не справлялись, пришлось использовать гидромолоты. Это время, это деньги, но ничего, справились. Дальше проблемы посыпались как из рога изобилия. Сложности с поставкой бетона, отсутствие на площадке воды, необъективный куратор проекта с лишними проверками, которые тормозили работы. У нового стадиона были все шансы повторить судьбу саровских долгостроев, но тем не менее объект сдается в срок. Секрет прост, признается Дмитрий Авдеев. Полная включенность в проект и контроль на всех этапах его реализации. Все возникающие у подрядчика проблемы депутат решал лично. Обращался за помощью к главе города, в департамент образования, главе госэкспертизы и даже к мэру Арзамаса. Если курить бамбук, сидя в кабинете, вот эти проблемы, которые купятся у подрядчика, они приобретают необратимый характер и его, собственно говоря, закапывают. А дальше уже, дальше у нас сценарий уже опробирован. Уголовное дело, Чавадан, вокзал, Эмираты. Поэтому, чтобы вот этого не допустить, я, собственно говоря, сплостную работал с подрядчиком. После каждого этапа подрядчик готовил для депутата справку о выполнении работ и их соответствии дорожной карте проекта. Все эти документы Дмитрий Авдеев публиковал на своей странице во Вконтакте. Таким образом, следить за ходом строительства могли все горожане. А уже в сентябре саровчане смогут лично оценить качество выполненных работ. Введут стадион в эксплуатацию перед началом учебного года. Лидия Шилаева, Евгений Шикарев, Кирилл Новикевич, Служба новостей, Саров, 24. Всего пары минут достаточно, чтобы ребенок пропал из виду. Он может увлечься другом, игрой, заметив в парке зверушку или птичку, уйти за ней. Буквально через 100-200 метров он может ничего не слышать и не понимать, где находится. У специалистов существует несколько категорий для поиска. Первое – дети до 10-12 лет, у которых основная деятельность – игра. Такие могут потеряться на прогулке, уйти со двора, либо стать жертвами похищения. Другая категория – подростки. Здесь причиной ухода может быть какой-то конфликт с родителями, либо со сверстниками. Дети в этом случае не теряются. Они понимают, где они. Они обиделись, ушли, они гуляют, они остывают, проветриваются. Но для своих родителей они считаются уже пропавшими. Родители не могут до них дозвониться и не знают, где они. В возрасте 16-17 лет причиной пропажи могут быть конфликты и зависимости. С разными категориями поисковики работают по определенной схеме. Но не устают напоминать, что важно проводить профилактические беседы со своим чадом, как только ребенок начинает разговаривать и что-то осознавать. Что ребенок должен знать? Ну, касаемо самых маленьких, когда только учатся разговаривать. Соответственно, они должны знать свое имя, имена своих родителей и, желательно, адрес. Когда ребенок становится чуть постарше, то есть уже подготовительная группа, старшая группа, первый класс, естественно, они уже должны знать телефоны, номера телефонов, ну, хотя бы один. Также нужно объяснить ребенку последовательность действий, если вдруг потерялся. В первую очередь нужно осмотреться на месте. Возможно, родители где-то за углом. Далее можно окликнуть взрослого. Если это не срабатывает, если ему не отзываются, ему обязательно оставаться дальше на месте. То есть он стоит на месте. Если есть прохожие, уже можно к прохожим обратиться за помощью. Среди прохожих лучше выбирать людей с детьми также, да, либо уже сотрудников каких-то служб, то есть люди в форме. Родители, в свою очередь, должны как можно скорее заявить о пропаже ребенка. Подавайте заявление в полицию и после этого заявку поисковикам. Не нужно пугаться ложного обращения. Если ребенок вскоре найдется самостоятельно, семье грозит лишь профилактическая беседа. А промедление в подаче заявления может стоить вашему чаду жизни. Пожарные срочно выехали в детский лагерь «Гайдар». Всех детей экстренно эвакуировали из корпусов. Пожарная машина уже готова к тушению огня. В актовом зале лагеря загорелась электропроводка. Такие вводные данные дали детям сотрудники противопожарной службы во время инструктажа. Ребятам напомнили о том, какие бывают основные причины возникновения пожара, как предотвратить несчастный случай, по каким телефонам нужно звонить и что делать, если человек оказался в задымленном помещении. После инструктажа дети и вожатые покинули помещение и переместились на спортивный стадион, чтобы отточить навыки тушения огня на практике. Участники эстафет учились надевать пожарный костюм на время. Надеть нужно было не только быстро, но и правильно, соблюдая последовательность всех элементов. Следующее испытание на очереди. Использование огнетушителя и пожарного рукава с водой. На поле ребятам предстояло сбить мяч напором воды. Попробовать себя в роли настоящих пожарных смогли несколько команд. К нам каждую смену, когда я была, приезжали пожарные. И каждый раз получалось, что мы бегали, это незабываемые эмоции просто. Море драйва. Ты ощущаешь себя прям пожарным. Больше всего нравится из огнетушителя пулять пеной или специальным раствором. Всегда очень нравилось. Надо было одеть полностью пожарные вещи, чтобы было нелегко особо. У них было очень жарко. Потом мы сбивали мячик водой из шланга пожарного. Это было прикольно. На трибунах болельщики активно поддерживали своих соотрядников. После всех испытаний пожарные сделали для ребят традиционный, общий освежающий душ из пожарного рукава. Это было то, что нужно в жаркую погоду. Некоторые гайдаровцы принимали водные процедуры по несколько раз. Болел за своего вожатого, за мужа своей вожатой. У нас вот такая сейчас была свадьба. Ну, болели за свою соотрядницу Веронику. Очень понравился, очень хорошо поддерживал. Сегодня мы болели за все отряды, которые участвовали в этих соревнованиях. Также очень сильно поддерживали, потому что было очень тяжело кому-то одевать маленьким эти костюмы тяжелые. Так водичка. Вообще офигенно. Особенно в такую жару очень хорошо освежает. Водичка холодная, прям в разных напорах все сырые. Учебную эвакуацию и веселые эстафеты организуют на территории лагеря «Гайдар» каждый год. Цель таких мероприятий – напомнить детям и сотрудникам учреждения о правилах пожарной безопасности в быту и на отдыхе и рассказать про действия во время чрезвычайных ситуаций. Ведь лагерь – одно из потенциальных мест, где может возникнуть пожар. В лагере дети находятся у нас без родителей. Поэтому здесь вся ответственность, если вдруг случится какое-то чрезвычайное происшествие, вся ответственность лежит на них, чтобы они не растерялись, смогли среагировать вовремя, и как себя вести, всегда знали и помнили. А вообще какие-то случаи были в лагерях? На нашей территории, Нижегородской области, именно город Саров, нет. Таких случаев не было. Такие же профилактические мероприятия сотрудники специальной пожарной части проводят и в детском лагере «Лесная поляна». Светлана Герунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Конкурс «Я меняю мир» проводится шестой год. Участники акции на протяжении лета рассказывают в социальных сетях о своих делах и проектах, которые помогают изменить мир. Этим они мотивируют горожан быть более социально активными и неравнодушными к проблемам общества. Организатор конкурса – фонд «Наше будущее». Фонд «Наше будущее», надо про него сказать, он действует с 2007 года, этот фонд. Его учредил президент, руководитель «Лукойл», фонд «Частный». И основным лейтмотивом деятельности этого фонда является как раз развитие социального предпринимательства. Во многом благодаря усилиям фонда в 2019 году этот статус официально подтвержден. И теперь мы понимаем, кто же действительно такие социальные предприниматели. Это те, кто, по сути, меняет наш мир, несут благо в общество. Менять мир к лучшему можно по-разному. Например, сортировать мусор, быть волонтером, помогать детским домам, сажать деревья и так далее. Принять участие в конкурсе может любой желающий от 14 лет. В конкурсе две номинации для молодых людей от 14 до 21 года. Не обязательно быть зарегистрированным. Можно просто быть хорошим человеком, делать какое-то благо для общества, для города, для своей территории. Вторая категория – это как раз социальные предприятия, некоммерческие организации. Здесь возраст участника от 21 года, предела никакого нет. По итогам конкурса будут выбраны 13 победителей. Они получат призы, а также смогут посетить вместе с фондом «Наше будущее» проект действующего социального предпринимателя. Для участия в конкурсе необходимо опубликовать пост у себя на странице в соцсетях с видеоисторией или текст с фотографией. Рассказать, как вы меняете мир и помогаете обществу. В посте обязательно нужно поставить хэштег «Я меняю мир». Конкурс продлится до 4 сентября. Ирина Вашегородцева, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Вот уже 8 лет Александр Погорелый управляет мотоциклом. За это время он побывал во многих городах России. Этим летом Александр решил отправиться на железном коне на Алтай. Туда молодой человек собирался 10 лет. И вот его мечта сбылась. Позади 9 тысяч километров. Специально под эту поездку купил этот мотоцикл. Начал копить денег, покупать экипировку, палатки, спальники и прочее. Продумать маршрут. Ну и взял отпуск в июле и поехал. Запомнились красоты Алтая, очень разнообразная природа. Серпантины, горные реки, долины прекрасные, очень вдохновляющие виды. Природа просто супер. Залог удачной поездки на байке – это, конечно, соблюдение всех правил дорожного движения и уважительное отношение ко всем, кто есть на дороге – водителям и пешеходам. И второе условие безопасной езды – правильно подобранная экипировка. Без нее мотоциклиста нельзя. Каких-то строгих требований коммуниции нет. Главное, чтобы она была удобной и свободной. Экипировка необходима для того, чтобы защитить вас в случае падения. Она защищает от неблагоприятных погодных условий, от летящих камней, допустим, из-под колес автомобиля, от постоянно летящих вам навстречу насекомых и прочего. Перчатки нужны, чтобы при падении с мотоцикла руки были в безопасности. Куртку и штаны летом лучше брать текстильные с защитными элементами. Обувь на ваше усмотрение. Новичкам не лишним будет усилить защиту наколенниками и налокотниками. Ну а первое, что необходимо купить следом за мотоциклом – это шлем. Главный элемент защиты мотоциклиста – шлем. Если из-за амуниции можно на чем-то сэкономить, то на шлеме никак. Прежде чем оседлать железного коня, защитите голову. Берегите себя и своих близких. Научить плавать за три месяца. Такую задачу в предстоящем учебном году перед собой ставят тренеры молодежного центра в работе с детьми от семи лет. Школьники будут обучаться по специальной программе в нескольких группах. Предполагается, что дети научатся более увереннее себя чувствовать на воде и научатся плавать. А здравительное плавание рассчитано на студентов. Студентов старше 18 лет. Программа рассчитана на год. За это время студенты могут укрепить свое здоровье. И после тяжелых умственных нагрузок поддержать свой организм. В новом учебном году в молодежном центре реализуют 17 программ по разным направлениям. В художественном юные соровчане от 6 лет смогут посещать занятия по бальным танцам. В социально-гуманитарном школу «Медиастарт». Рассчитано на детей старше 12 лет. Позволяет детям познакомиться с миром журналистики, с современными медиа. Дети будут в течение года создавать какой-то контент, создавать презентации, монтировать видеоролики. И в целом научатся грамотно вести соцсети, что сейчас в современном мире очень актуально. В активную работу включаются также клуб молодых семей, клуб людей с ОВЗ «Лотос» и клуб волонтеров «Инсайт». Они участвуют в социальных проектах, форумах и встречах. Набор по всем направлениям молодежного центра ведется до 1 сентября. Подробнее узнать о программах, наличии места и необходимых документах можно по телефону 991-18 или на сайте молодежного центра. Купаться только в отведенных местах, не заплывать за бойки, заходить в воду исключительно трезвым. Правила поведения на воде просты и понятны. Однако, каждые выходные региональная статистика пополняется погибшими на водоемах. И спасатели неустанно повторяют простые истины. Дети должны купаться под присмотром взрослых. Взрослые люди должны купаться под присмотром спасателей. Пьяные взрослые должны находиться на берегу под присмотром взрослых трезвых людей. Даже если вы отлично плаваете, игнорировать правила и заплывать за бойки не стоит. Андрей Майоров, спасатель с многолетним опытом, признается, что сам заходит в воду лишь по грудь. Вода – это стихия, и никто не может предсказать, как поведет себя организм. Резкие перепады температуры – серьезные испытания даже для здорового человека. Нельзя ни в коем случае переоценивать свои возможности. Все-таки вроде кажется, что ты здоровый человек, но тем не менее болезни существуют. И переохлаждение, оно может, ну, резкое переохлаждение. То есть, если человек прыгает в разгоряченную воду, вызывает несколько таких осложнений. Например, спазм голосовой щели, да, когда человек не может вздохнуть, инсульт. Отсюда еще одно правило – заходить в воду постепенно, чтобы организм адаптировался к перепаду температуры. Что касается безопасности детей на воде, ваш ребенок должен быть постоянно в поле вашего зрения. Не лишним будет спасательный жилет или надувные нарукавники. Если, несмотря на все правила, вы все-таки не справились со стихией и начали тонуть, главное – не поддаваться панике. Нужно привлечь внимание, попробовать позвать на помощь. Конечно, сложно, когда в тебя попадает вода, это делать. Но тем не менее, можно попробовать похлопать по воде рукой. Опять-таки, это зависит от того, видит тебя кто-то или нет. Смысл хлопать, если ты один на воде. На помощь вам придут спасатели, если купаетесь вы на официально разрешенном пляже. В Сарове это протяжка и пруд Боровое. Там и вода соответствует гигиеническим и микробиологическим нормам. И на берегу дежурят спасатели. Порой народные названия праздников могут заслонить настоящий смысл важных дат церковного календаря. Наверное, наиболее ярко это проявляется в праздниках августа – медовом, яблочном и ореховом спасах. К празднику изнесения честных древ Креста Господня, с которого начинается Успенский пост, как правило, на Руси собирали мед. Поэтому праздник и получил название медового спаса. Слово «спас» здесь тоже не случайно, поскольку так люди пытались подчеркнуть важность и главенство самого Бога, Спасителя Иисуса Христа. Именно Иисус Христос стал человеком, стал Спасителем, взял на себя грехи и спасает человека. Собственно, от этого и происходит название «спас». С одной стороны «спас» как «спаситель» Иисус Христос, с другой стороны само действие, спасение. Праздник преображения Господня относится к числу двенадесятых, то есть важнейших после Пасхи праздников в Православной Церкви. К этому времени люди обычно собирали богатый урожай яблок и других плодов, которые уже поспели. Отсюда и яблочный спас. В ореховый, или, как его еще называют, хлебный спас, люди выпекали хлеб и зерна нового урожая, собирали орехи. В церковном календаре 29 августа этот праздник тоже посвящен Иисусу Христу, его нерукотворному образу. Мы имеем вот эти три праздника, которые, может быть, заставляют нас задуматься, заставляют нас в течение августа иметь память Божию. Потому что смысл человеческой жизни – соединение со Христом, соединение с Богом. И вот напоминание о Боге – это очень хороший знак в нашем церковном календаре и в нашем календаре таком урожайном. Раньше, когда люди в основном трудились на земле, своими руками взращивали плоды, им хотелось отблагодарить Бога за урожай, за обилие на столе, за те силы, которые Господь дал людям для работы. И такая благодарность проявлялась в храмовом освящении меда, яблок, хлеба и злаков. Сейчас же, в наше время, когда многие продукты доступны в магазине, их освящение несет символическое значение. Ну, конечно, не стоит на них уповать как какие-то спасительные, или там для духовной жизни полезные, или там для какого-то оздоровления. Но это все-таки остаются обычными плодами, которые мы вырастили или вырастили где-то. То есть пестицидов или гербицидов, конечно, в яблоках меньше не будет. Праздник преображения Господня или яблочный спас верующие отметят уже в эту субботу, 19 августа. А праздник нерукотворного образа Спасителя, Ореховый Спас, будет 29 августа. В коллекции галереи «Русская икона» примерно 150 изображений Божьей Матери. Многие сюжеты и названия богородичных икон повторяются. Украшение икон Богородицы пользовалось особой популярностью в XIX веке. На их обрамление выделяли большое количество самоцветов и драгоценных металлов. Икону Богоматерь Казанская Вышинская последней трети XIX века выполнили мастера Тамбовского Вышинского монастыря. В окладе использовали различные материалы – бархат, лен, парчу, пайетки, бисер, стекло и серебро. Золотые оклады изготавливались не только для вновь сделанных икон, но и для старинных. Металлические резы, безусловно, продляли иконам жизнь. Оклады заказывали для того, чтобы отблагодарить икону за чудо, которое она совершила, исцеление, исполнение желаемого. Об этом и многом другом рассказывают сотрудники библиотеки Маяковского на экскурсии в галерее «Русская икона». В экспозиции более 450 икон разных времен, стилей и школ, по которым можно проследить развитие русской иконописи. Самый древний экспонат галереи датируется XVI веком. Здесь же представлены иконы работы мастеров оружейной палаты Московского Кремля XVII века, сюжеты «Преображение» и «Воскресение», «Сошествие в ад». Во всем этом многообразии трудно сориентироваться самостоятельно. На групповых экскурсиях владелец галереи Владимир Пухов рассказывает о канонах создания икон, видах изображений, процессе реставрации. А сотрудники отдела редкого фонда библиотеки Маяковского продолжают рассказ об особенностях экспонатов. На выставке представлен ряд икон с изображением Серафима Саровского. В частности, есть икона, надпись на обороте, которая свидетельствует о том, что она была освящена 19 июля 1903 года на мощах преподобного отца Серафима Саровского во время канонизации. Саровская галерея «Русская икона» сотрудничает с известными и солидными музеями России. Сотрудники музея Андрея Рублева уже неоднократно бывали в Сарове, изучали экспонаты галереи, делали на них атрибуцию. Галерея «Русская икона» находится по адресу улица Димитрова, 6, строение 2. Экскурсию организуют от пяти человек. Запись по телефону 7-94-94. Вход свободный, без возрастных ограничений. Дарья Усачева приехала в Саров из Москвы. Папа снимался в кино, мама играла в театре. Поэтому с самого детства девушку привлекала сцена. В этом году она закончила ГИТИС и подала заявки в театры разных городов. Узнав, что в Сарове главным режиссером будет Антон Морозов, девушка уже не сомневалась в выборе. Город также привлек самобытностью и святыми местами. В нашей семье, я из православной семьи, очень близок святой Серафим Саровский. У меня младшего брата зовут Серафим. Чувствую, что этот город такой особенный для меня. В новом сезоне зрители увидят Дарью в премьерном спектакле «Женитьба Бальзаминова». В нем она исполнит роль Раисы, одной из сестер Пижоновых, стремящихся к скорому замужеству, чтобы вырваться на волю. Виктория Вавилова родом из Кировской области. С шести лет она посещала театральную школу и не представляла свое будущее без этой сферы. В наш город девушка приехала из столицы, закончив Московский государственный институт культуры. С первых дней актриса окунулась в работу. Начала репетировать «Боинг-Боинг», и также я задействовала спектакль «Ласточки Победы». Что мне ярче всего запомнилось, когда я тут первый раз ходила, это когда мы пришли в зал, и вот я как-то почувствовала этот запах сцены. Я поняла, да, это именно то, чего я хотела, зачем я ехала. В этом году 75-й театральный сезон стартует позже, чем обычно, 22 сентября. Связано это с вводом новых артистов в спектакли. В октябре театр ожидает еще актерскую пару и молодого человека. Нам предстоит сейчас очень большая работа. Вводы и премьерный спектакль. Откроемся мы в этот раз с комедией по пьесам Александра Николаевича Островского про Бальзаминова. Как мы знаем, это знаменитые трилогии, там три пьесы, и режиссер Антон Морозов, он как-то соединил. В основном мы взяли первую и последнюю, и спектакль будет называться «Жених Бальзаминова». Продажа билетов на премьеру начнется в течение этой недели. Следите за новостями Саровского драматического театра на официальном сайте и в группе ВКонтакте. Северное сияние, полярная ночь, сверкающие льды и снега. Сыровая северная красота Арктики завораживает и удивляет. Природа и животный мир полярного района Земли уникальны. Здесь обитает более 20 тысяч видов растений, животных, грибов и микроорганизмов, а некоторые животные и растения встречаются только в Арктике. Главная их особенность – способность выживать в экстремальных условиях. Об этом удивительном уголке планеты дети узнали на очередной научно-познавательной встрече «Добро пожаловать в Арктику» в библиотеке имени Пушкина. Ребята разделились на четыре команды. Каждая команда выполняла свое задание и создавала творческий мини-проект. Ребята отправились в виртуальное путешествие, изучали этот чудесный край, открывали что-то новое для себя. Были созданы четыре площадки, каждая посвящена определенной науке. Например, география, экология, зоология и ботаника. Ребята на каждой из этих площадок изучали этот чудесный край. Свою фантазию ребята смогли в полной мере проявить на бумаге. Им предстояло нарисовать плакат в защиту природы Арктики, изобразить свое северное сияние, нарисовать животный мир и даже самим придумать, как бы выглядело и называлось растение, которое могло бы расти в Арктике. В зрительном зале библиотеки команды собрались вместе, представляли друг другу свои творческие работы и рассказывали о том, какие они сделали открытия. Узнали, что на Арктике нельзя бросать мусор, ловить много рыбы. Мы рисовали на Арктике, что нельзя бросать мусор. Мы еще рисовали белого медведя. Мы рисовали северное сияние. Мы узнали, что есть северное сияние, полярный день и полярная ночь. Там солнце никуда не уходит, он просто по кругу. А ты что узнала? Я узнала, что у северного сияния есть звук, и оно не всегда появляется. Покажите ваши рисунки. Познавательные и веселые мультминутки помогли детям еще больше узнать о природе и специфике северного края. Следующее мероприятие библионии будет заключительным. В среду, 23 августа, в 14 часов, библиотекари Пушкинки подведут итоги проекта и наградят самых активных ребят. Как выращивают рис? Как с помощью иероглифов изобразить лес? Чем отличаются русские постройки от архитектуры Поднебесной? Ответы на эти вопросы узнали читатели библиотеки имени Пушкина в рамках летнего проекта «Библионии». На встрече сотрудники рассказали ребятам о том, где расположен Китай, и познакомились с его культурой и традициями. Мы решили поговорить о Китае, как говорится, с АЗОВ. Дело в том, что сегодня, наверное, сейчас такое время, что все мы носим вещи, которые пришли к нам из Китая, мы пользуемся гаджетами, которые произведены, сделаны в Китае. Но, разговаривая с ребятами, мы понимаем, что очень мало наши дети знают об этой стране. Даже порой с трудом ориентируются, где именно находится Китай. Встреча тесно связана с проектом «Мой великий шелковый путь». На протяжении всего года в библиотеке проходят выставки и мастер-классы. В этот раз небольшую лекцию по изучению иероглифов для ребят провела магистр китайской живописи и каллиграфии преподаватель Евгения Костерина. Юные читатели исполняли танец с веером, репетировали приветствия и соревновались в умении управлять китайскими палочками. Очень интересно было сегодня посидеть это мероприятие, потому что много нового для себя узнала. Сколько, к примеру, людей точно живет в Китае, какие традиции, как они здороваются, язык. Такие интересные факты можно встретить только в библиотеке. Спортивных мероприятий много не бывает, решили в молодежном центре совместно с организацией «Движение первых» и запустили большой проект «Спортивная семейная команда». Первым его мероприятием стали веселые старты. Пять команд, состоящих из братьев и сестер, сразились за звание самых ловких, быстрых и метких. Команда Кирилла и Ромы называется «Спортивная семейка». Не случайно, по инициативе мамы, мальчишки участвуют во многих городских спортивных мероприятиях. Участвуем мы не ради победы, всегда это ради участия, ради обстановки, атмосферы. У нас подрастает еще один ребенок маленький, я думаю, что он тоже потом присоединится к мальчишкам, и будет команда больше. Попасть в цель, пробежать дистанцию с гигантским мечом, сыграть в башню и даже найти как можно больше слов на панно из букв. Задания для команд подобрали разнообразные. Испытания проверяли не только физическую силу, но и смекалку. Порядок прохождения этапов определяли путевые листы. За каждое задание ребята получали баллы. В командах по два человека, в отличие от классических веселых стартов, в этих соревнованиях могли участвовать абсолютно любые родственники. Это могут быть не обязательно папа и мама, но это могут быть братья и сестры, любые родственники. Для того, чтобы как-то сплотить семью, дать им возможность позаниматься совместно спортом, проявить себя в ловкости, в быстроте, ну и вообще в спортивных каких-то навыках. Проект «Спортивная семейная команда» приурочен к столетию Министерства спорта. Мероприятия в его рамках пройдут на дворовых площадках города, а также на стадионе Икар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова